В Ангарске новых случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день не выявлено. Из Москвы самолетом и поездами в город вернулись семь человек. Ближайшие две недели они проведут на строгом карантине. Сегодня на заседании оперативного штаба в мэрии обсудили возможность открытия мастерских, а также магазинов мебели, одежды и бытовой техники. Сегодня открыто было сказано, областном штабе, никому не тайно, поддержки нет никакой на сегодня за три недели. Готовятся, меры какие-то предпринимаются, но ее нет. Значит, хотя бы помочь людям самим выплыть. Что мы для этого можем сделать, какие торговые точки открыть. Я не сомневаюсь, что эта поддержка, она достанет, нас догонит. Перечень магазинов и мастерских, которым разрешено будет открыться в ближайшее время, представят в областное правительство. В свою очередь, мэрия намерена взять под жесткий контроль соблюдение санитарных правил уже работающих торговых точек и салонов красоты. Нарушителей будут закрывать на три месяца. Как ИП привлекать их по этой статье и приостанавливать действия на 90 суток. Это будет как раз действенная мера, которую один раз приостановим, сразу же с первого раза. Я не думаю, что потом последующие захотят ходить без масок или без перчаток. Также на заседании Оперштаба сегодня обсудили возможность организации садоводческих ярмарок. Традиционной распродажи на площади в этом году не будет, но возможность продать или купить рассаду ангарским огородникам предоставят. Где ассортимент предусмотренный, как раз тоже включает саженцы рассады. Это наши ярмарки, которые рассредоточены по всему городу, их более 20. И садоводы, в принципе, ну не в принципе, а как бы у них есть возможность в любой день выходить на эти ярмарки уже сейчас. Там они небольшие, этих навесов у нас где-то где-то два, где три. Их скопление садоводов будет небольшое, и пожалуйста, как временная мера. Отменены в этом году и массовые субботники. Но навести порядок должны будут в садоводствах, избавиться от мусора и сухой травы. Это, как отметил мэр округа Сергей Петров, обязательная мера соблюдения противопожарного режима.